Привет, ребята. Не забудьте включить уведомления, смотрите и наслаждайтесь видео. Посмотрим, что произошло в новом эпизоде. Зия постоянно копал могилы. Брат Яман сказал, «Стой, посмотри, я здесь, со мной ничего не случится». Зия, не бойся, и Яман сказал, «Мы умрем вместе, и мой отец здесь, я готов, наши могилы готовы, и мы будем вместе». Сихер Зия сказала, что все будет хорошо, пожалуйста, остановитесь. Мой брат Зия сказал мне остановиться. Яман держался за Зию и сказал, «Посмотри на меня, брат, ничего этого не произойдет». Зия подошел к могиле и сказал, «Мы умрем, нас похоронят в этой могиле, мы умрем вместе». Яман поднял Зию из могилы, обнял ее и сказал, что мой брат никуда не денется. Дуэгу и Али теперь проводили свободное время вместе. Они были на велосипедах. Они остановились на пляже, чтобы поесть вместе. Зия был болен, и они приехали в больницу. Зия продолжала считать. «Мы пойдем вместе», — сказал Яман. Зия спала только с транквилизаторами. Яман и Сихер ждали рядом с ним. Яман рассказал врачу о своем состоянии. Врач сказал, что произошло, как будто ему сделали укол успокоительного. Яман не ответил и вышел перевести дух. Дуэгу и Али мечтали вместе. Внезапно они поняли, что велосипеды не на месте. Они украли велосипеды, пошли ее искать. Яман думал о том, что делать в саду. Пришел Сихер. Иман сказал, что хочет, чтобы моя семья была дружной, крепкой и всегда счастливой, но иногда это просто не работает, как бы я ни старался. Сихер сказал, что нет, не думай, в эти дни у нас все будет хорошо. Я не могу сказать, что я привел в эту ситуацию своего брата Имана, я сказал врачу, что потерял много людей, поэтому он боится. Брат Сихер Зия полагается на вас, чтобы жить, вы основа на этой семье, а вы ее пара, вы незаменимы, так что не будь-то пессимистичны. Иногда люди могут сделать то, что они пытаются сделать для своих близких, сказал Канан. Но Иман прервал его, не говори так, эта женщина разрушила мою жизнь, я не должен допустить, чтобы это случилось во второй раз, пожалуйста, пойми меня, сказал он и ушел. Валкан благополучно ждал Дуйгу и Али, но они так и не прибыли. Когда он увидел на столе подарок, который купил для Дуджгу, он сказал, это та ценность, которую ты мне дал. Дуйгу и бить по столу. В этот момент он увидел фрата Иеба и сказал, случилось ли что-нибудь, но Валкан сказал, что ничего страшного. Внезапно они поймали воров на велосипедах. Джанан Зия спросил, выполнил ли он свою часть работы. Зухал сказал, наша работа остается на Зию. Затем прибыли Сихер и Иман. Джанан сказал, где Зия. Иман сказал в клинике. Что случилось с Ханауаном, что-то плохое случилось с моим сыном или узнал о бедствиях, постигших нас, сынок, смотри, ты разрушаешь все из-за твоего гнева на меня, подумай о Сихере Юсуфе и позволь мне тебя спасти. Могло ли это случиться? Иеман сказал, не теряйте дыхание, я предпочитаю любую боль, чем добро, которое исходит от вас. Джанан сказал, что когда они уйдут, ваша гордость и упрянство должны рухнуть на землю, и вы в конце концов примите это. Зухал пошел к Сихер, Сихер плакал. Я знаю, как вам жаль Имана, как много вы работали для него, но теперь эта надежда иссякает, он чувствует себя подавленным, но он сказал, что единственное, что вы можете сделать для Имана, это убедить его. Разве ты не слышал, что сказал Сихер? Разве ты не видел, как расстроенный Зухал Иман так упрям? На самом деле, я с ней согласен, она никогда не простит своей матери, но ее жизнь, ее гордость не упрямятся, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать, когда умирает любимый человек, знаешь, каково это. Зухал подумал, что мне тут делать, загородная красавица. Двое дотей купили себе велосипеды, Али и Дойгу ничего не сделали и пощадили детей. Мы нашли кое-что о тех, кто пытался убить Нидима Зеки, Иман сказал, это только вопрос времени, когда мы поймаем этого человека. Зухал слушал их от двери. Он сказал, черт, он собирается забрать Некме. Нидим показал снимки с камеры. Нидим сказал, как ты думаешь, нам стоит позвонить в полицию. Иман сказал, нет, это теперь мое личное дело, я найду этого человека. Зухал убежал в комнату Канана, но Канана там не было. Затем он спросил Чичика. Он сказал, что выйдет минуту назад. Зухал встревожилась и позвонила Канан, но она была занята. Затем он начал кричать на Чичика и велел мне убираться из головы. Ханан разговаривал со своей девушкой. Он сказал, я ползаю здесь, пока ты живешь в этом особняке. Не волнуйтесь, я делаю все возможное, чтобы наши мечты сбылись, сказал Канан. Когда меня посадят, сказал он, я тебя не оставлю, я всех погублю, если придется. Ханан пришел к Зи. Али провел исследование и показал Семри брошюры. Али сказал, что мы должны сообщить Дуйгу о твоем решении. Семра сказал, я приму решение, я скажу ему. Когда Али ушла, тебя сошли, инспектор Али, Дуйгу, сказал, что с тобой покончено, когда понял, что за ней что-то стоит. Кеннен сказал, зачем ты это сделал, сынок. Он сказал, что сделал это для Зи и Ямана. Джанан сказал, вы можете поговорить с Яманом? Заставьте его принять мою печень. Зия не хочет, чтобы ты уходил от меня, я отдам тебе свою печень, сказал он. Он сказал, у тебя не может быть души, сынок, ты болен, но если ты умрешь, ты можешь дать ее. Нет, ты не хочешь, чтобы я отдал свою печень Ямане, сказал он. Когда Джанан уйдет, Зия будет спасен, если я умру, мой брат сказал, тогда позволь мне умереть, они должны спасти моего брата, другого пути нет. Добравшись до безопасного места, Дуйгу увидел Сихер. Он сказал, у тебя есть время для Сихер? Давай остановимся где-нибудь ненадолго. Он сказал, что было волнение, давайте присядем. Услышав, что случилось, я так расстроился, что не знал, что сказать, почему ты мне не сказал. Я был бы рядом с тобой. Сихер рассказал тебе, что с тобой случилось, Дуйгу. Если бы у меня было чувство, я бы вырезал кусок своей печени и отдал бы себе, но не будем отчаиваться, каждый день дает новый свет надежды, сказал Бог. Сихер сказал, что ты был прав. Симра позвонила в клинику, попросила машину и сказала, что у меня пациент. И Яман пошел в ремонтную мастерскую. Она положила руку на капюшон мужчины и сказала, я ищу человека, которому ты это продал, скажи мне. Наконец мужчина начал говорить. Он сказал, что продал его кому-то по имени Некми. Валкан сказал. Я видел вас с инспектором Али, я не думаю, что между вами есть проблема. Дуйгу сказал, да, у нас все хорошо. В этот момент позвонил Айтин. Они пришли искать миссис Симру. Гайжа Симра сказала, что хочет пойти в клинику. Эмоция поторопилась. Сихер посмотрел на список надежд, и в этот момент зазвонил его телефон. Звонила Зия. Я должен тебе кое-что сказать, это важно, я очень люблю Имана, мой дорогой брат, я сделаю для него все, мой брат тебя очень любят, сказал он. Сихер, мы встречаемся с братом Зия, скажи ему, что любишь его, тогда он сказал. Зия сказал, все равно скажи мне, я спасу его, чтобы он не беспокоился. Когда Сихер повесил трубку, он сказал, что ему не здоровится, что брату Зии совсем не здоровится. Зия взяла простыни, посмотрела в потолок и сказала, если я умру, мой брат будет жить. Зухал сказал, сколько раз я тебе звонил. Джанан сказал, что моя батарея разъезжена, но Ничми не продаст ее мне. Он звонил, но не смог связаться с Некми. Приехали медсостры. Симра ждала Дыгу. Дыгу рассказал матери, что здесь происходит. Я ухожу, подумала я, я переехала, все в порядке, теперь ты должна жить полной жизнью, сказала Симра. Что скажешь, мама, какое бремя чувствовать, сказал. Я полна решимости, сказала Симра. Он послал часовых. Он сказал, я не оставлю тебя, пожалуйста, не делай этого. Зия собиралась повеситься. Я думал, что умру, но Яман будет жить. Я сделаю для тебя все, сказал Яман, даже если умру. Яман и Недим прибыли по адресу, который нашли. Боль Ямана не утихала. Я накажу этого человека голыми руками, сказала подружка невесты. Они начали искать. Именно тогда их заметил Некми. Как только он убегал, Яман увидел его и закричал на Недима, они убежали и побежали за ним. Дыгу сказал, расскажите для начала, откуда это клиническое дело, кому-нибудь приходило в голову. Сара сказала нет. Затем он послал Дыгу в комнату, чтобы тот мог увидеть брошюры, которые принес Али. Дыгу видел брошюры, а когда увидел надписи на них, то сказал, чья это была надпись. Сихер понял, что что-то должно произойти, и в этот момент повернулся к Зии. Тем временем музей была простыня на шее, ноги тряслись, и она учащенно дышала. Она попрощалась с братом, ты будешь жить и ушла. В этот момент в комнату вошла Сихер, закричала на брата Зию, схватила ее за ноги и подняла в воздух. Как вы думаете, сможет ли Сихер спасти Зию? Смогут ли Эман и Нидим поймать Некме? Мы подошли к концу этого раздела, ребята, не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Спасибо, что смотрите на нас. Заботиться. Увидимся в других видео. Пока. Пока.